Здравствуйте, дорогие друзья! Только что побрился с ту первым станочком с открытой гребенкой. Ощущение великолепное. Почему бы не ответить на вопросы именно по бритью? И пока не приступили к основным. Хотелось бы ответить на парочку, которые были заданы не в основной теме, где-то в других местах, но тем не менее ответы они достойны. Первый, кто-то спросил, Вадим, а как происходит стерилизация помазка, как часто ты его стерилизуешь и прочее, прочее, прочее. Ребята, я его вообще не стерилизую. От чего? Я его в мыле обкатал, это мыло перенес на лицо, потом в конце я его полностью сполоснул, высушил полотенцем и поставил сохнуть. Если бы там было что-то, знаете, как вот на станках белый налет бывает, но я с таким не сталкивался. Поэтому каждый раз просто хорошо его сполоскиваю, не просто обмыл водой. А именно хорошо, чтобы там пены вообще не осталось. И ставлю сушиться головой вниз, чтобы все стекало. И не важно, узел клееный, вязанный, синтетика, или это барсук, или это ворс. Ну, не важно. Все равно головой вниз. Ну, привыкаю так. Понимаю, что даже если узлу влага не принесет никакого вреда, если я вниз переверну, узел с большей вероятностью ничего не попадет. Вот так вот он у меня и сохнет. Несколько помазков, каждому даю рост дых, так что у меня помазки меньше чем три дня не сохнут. Вот так они и работают. И второй вопрос прозвучал, это по поводу лезвий. Как часто я ими бреюсь, насколько их хватает и как я определяю, что все, уже пора менять. Ребят, тут может быть несколько позиций и однозначного ответа какого-то нет. Если прямой вопрос на то, как вы определяете, когда уже лезвие все, кирдык, они начинают тянуть. Вы когда бреетесь, вы прям чувствуете, что оно не бреет, не снимает вашу щетину, а тянет, как знаете, подзакусывает. Все, однозначно снимаете, убираете его нафиг. Это уже пройденный материал, отработанный. Оно вам больше не нужно. Бывают другие истории. Не раз и не два ребята рассказывали, у меня самого такого не было, но люди рассказывали, у меня нет ни причин им не доверять. Бреются первый раз, для них это слишком агрессивно, а вот во второй, в третий, в четвертый, в пятый уже лучше. И чем дальше, тем интереснее. Людей это пугает. Как так? Чем дальше, тем ему больше заходит. Ребят, не пугайтесь. Как бы далеко это не заходило, рано или поздно все равно настанет момент, когда он начнет тянуть, закусывать и вы в любом случае его снимете. Что касается за меня лично, если допустим говорить за рапиру платинум, который у меня не 10, не 20, не 100, а очень много, один-два раза выкидываю. Ну, не вижу смысла экономить. Пачка мне обошлась где-то в 10-12 рублей, который последний покупал, первый вообще по 8,50 брал. Поэтому, знаете, у меня это как расходный материал. Что касается тех лезвий, которых у меня немного, точно также контролирую по закусыванию, чувствую, что уже не то. Я просто его снимаю и убираю. Ну, вот как-то так. А теперь к основной теме наших вопросов. Первый у нас Карада Катани. Я тоже посмотрел, посмотрев фас, перешел на классику бритья. Карада, поздравляю, спасибо из последних обзоров, из последних комментариев и по скатлам, и по бритью. Я понял, что крестников в кавычках у меня достаточно с обоих сторон и в паре, и в бритье. Ребят, чертовски нравится, чертовски импонирует. Это прямо вот так вот заходит. Это дает, придает смысл всей моей работе. Я понимаю, что я делаю это не зря. Я хотя бы чуть-чуть, но умудряюсь менять жизнь людей в лучшую сторону. И когда человек мучается своим кассетником и потом говорит, да я вздохнул по-другому, я жить, начиная смысл, приобрел, что я теперь не просто брюс, я получаю удовольствие. Это очень здорово, это очень хорошо. А те люди, которые приходят к тему и спрашивают, а чем собственно жилет отличается от всего того, чем вы бреетесь? Меня такой вопрос ставит в тупик. Я не знаю, что ответить. Как минимум, конечно, человеку нужно попробовать, но все зависит от человека. Если он дошел до этого сам, то да, смысл будет. А если так вот, просто взять ему сучить, на, бери, бренься. Ну, фик его знает. 50-50, 50 на 50. Дальше поехали. Антон Карелин. Привет, Антон. Решил спросить еще один вопрос. Возможно, его стоит перенести уже на следующий выпуск. В чем особенности работы с жировыми и твердыми мылами? Какие советы вам давал Сева? На какое время замачивать твердый мыл в воде и какие замачивать не стоит? В общем, как получить много сливочной, плотной стойкой пены из разных мыл? Антон, вопрос простой и непростой. То, что давал, тот совет, который давал мне Сева, он сказал именно применительно к тому мылу, которое было, с которым у меня сразу же отношения не срослись, и я его не понял. Вот тогда меня Сева и поправил. Почему так случилось? У меня было слишком много воды. Слишком много воды и мыло сыграло именно вот в эту сторону. Очень много мыл, которые любят много воды. В этом проблем-то особых никаких нет. Это не что-то необычное. А вот именно с этим нужно было всю воду по максимуму встряхнуть, практически обезвожить кисточку помазу и вот той влагой, которая на ворсе осталась, и набирать по максимуму мыла с того мыла, в котором у меня были проблемы. То было жировое. А в чем, собственно, разница жировое и веганское? Тут мне тоже не все понятно. Было бы интересно послушать ответ специалистов, как вот Инны или Севы, к примеру. Смысл в чем? Жировое. Жировое, в него включены жиры животного происхождения, веганское. В него включены жиры растительного происхождения. Так блин, и в том, и в том есть жиры. Просто разница, что в одном они растительные, а в другом животные. Вот и все. Так вот, почему тогда так называют? Назвали бы как-то вот жировое, например, каким-то другим словом. Но тем не менее, назвали так. По большому счету, я бы вот их так, наверное, вряд ли бы сам для себя стал делить, что вот это вот веганское, это жировое. Все равно они с жирами. Но я бы их делил по-другому. Твердое мыло, мягкое мыло, крем-мыло. Вот делил бы вот, пожалуй, так. Почему? Веганское, на мой взгляд, от жирового отличается только тем, что порой время от времени может давать аллергию. О таких подобных проблемах со стороны жировых я не слышал. Но вот на веганских иногда, да, у людей бывает, что кожа горит и не срабатывает. В таких случаях и сева советуют, и многие другие. Просто взять баночку, открыть, пускай она открытой постоит там 2-3-4-5 дней. И часто, очень часто это помогает. Но не всегда. Бывает, что и не может сработать с жировыми. Таких проблем нет. А для того, чтобы взбить пену из этих мыл, хорошую, густую, на мой взгляд, самое простое, это просто поиграться. Понять, сколько воды нужно этому мылу. Много, среднее или мало. Когда с этим разберетесь, следующий шаг, понять, а где его лучше взбивать. В чаши в скатле или сразу на лице? Или вот, как, к примеру, на ладошке. Ладошка. Старая больная тема. Давно обещал ребятам показать, как это делается. Я ни разу сам этого не делал. Я просто видел это и понимаю, для чего это делают. Давайте сделаем так. Я никакой не гуру. Я точно такой же, как и вы. И еще одна приятная сторона от моего канала, которая мне очень-очень нравится. Это то, что у нас на канале собрались взрослые люди, взрослые дядьки, да и молодые тоже. Но они в большинстве своем адекватные, думающие, умные. И я на этом канале учусь с вами точно так же, как и вы. Поэтому в следующий раз я предлагаю, скорее всего, будет мыло от Fine, последнее. Оно твердое. А в ладони рекомендуют взбивать именно твердое мыло. Вот в следующий раз мы с вами это твердое мыло попробуем в ладошке их взбить. И за ним разберем, что это, собственно, приведет. Когда вы вот с этим разберетесь, там уже проще будет понять, как достичь вот именно той консентенции. Но если у вас вдруг, вы поперепробовали все и что-то не получается, ребят, сильно не напрягайтесь. Возможно, стоит еще раз попробовать. Но самый худший вариант, возможно, вам попалось мыло не очень. Мыло не очень бывает и в жировом, и в веганском диапазоне. Поэтому тут, видите, иногда бывает, что не везет. Так что вуаля. Так, Антону ответил. Виталий Шоль спрашивает. Здравствуй, Вадим. Привет, Виталь. Вас, как обычно, приятно смотреть. Спасибо, Виталий. Не попадалось ли вам мыло с цитрусовым ароматом? Все понял, вспомнил ответ. Ну и, конечно же, очень жду обзора Жилет Слим и дальнейшее его сравнение с прогрессом. Виталь, с цитрусом не попадалось. Но вот там ребята тебе ответов накидали. Надеюсь, что это тебе поможет. Что касается сравнения, да, оно будет. Мы сейчас Айкон прогоним на всех головах. Потому что станки все не мои, как вы знаете. Это все Саша подогнал вместе с косметикой. Добрый, классный, умный мужик. Но безгранично пользоваться его доверием и его добротой. Я не знаю, когда он придет и скажет, Вадюха, ну-ка, давай, собирай все, мне уже пора. Поэтому вот сейчас вот давайте вот с Сашкиными подарками закончим. А там уже дальше будем посмотреть. И обязательно, конечно же, проведем сравнение. Сергей Широков. Приветствую, о, вдохновитель на сбивание пены и поиск своих лезвий и станков. Серега, я понял, держи пять, зашло, о, вдохновитель. А еще знаешь, что? Вот когда я вот это прочел, в голову пришло, О, помазок моей души. Или квасцы моего разума, что-то вот такое. Молодец, молодец. Вопрос в рубрику. По пришей вам. Лицо я не распариваю. Для моей кожи это не самый лучший вариант перед бритьем. Так как юзу красный прораса. И так до сих пор я не понял, дает ли эффект или нет. Использую уже просто по привычке. Так как другой альтернативы распариванию пока не вижу. Пробовал, сравнивал. По твоей методике. Половину фейса намазывал, половину нет. Проводил рукой, щупал, танцевал с бубном, вызывал духов. Но так и не допер. Есть ли или была ли разница? А если была, то минимально. Может он непосредственно на мою кожу какой-то чудодейственно влияет? Хрен он его уже знает. Нужен он или нет? Или это я просто бесчувственная скотина, не ощущающая пользу великого изобретения мудрых и прошаренных итальянцев? Серег, если ты этого не ощущаешь, это не значит, что этого нет. В любом случае, ты берешь, вот так просто абстрагироваться, ты берешь косметическое средство, наносишь его на лицо и какое-то время выдерживаешь. В любом случае, ты кожу питаешь, в любом случае, какой-то толк идет. Только после того, как прочел твое сообщение, сам для себя стал такой разбор полетов проводить. Ты знаешь, по большому счету, я с тобой согласен. Я тоже не мог бы так со стопроцентной уверенностью сказать, да ну ты что, там действует, там работает, нет, все нормально, нет. Но, каждый раз, когда я беру вот эта красная прораза, про которую ты говоришь, наношу, у меня внутренне все уже меняется. Я чувствую этот запах, я чувствую эту консистенцию, я чувствую, как оно ложится на кожу и как оно работает. А потом уже в брите, я, конечно же, перестаю это замечать, но сам факт, что я это сделал, возможно, это плацебо. Я не знаю, как это назвать, но то, что мне нравится это делать, вот одно это мне уже помогает. А на физическом уровне, насколько это хорошо или плохо для кожи, я точно так же, как и ты, не могу сказать. Потому что я не приводил таких исследований, у меня все на интуитивном, все на тактильном уровне. Поэтому я как пользовался, так и продолжаю пользоваться. Не всегда, потому что сам видишь, тут еще много всего обозреть. Но до того, как Саня, спасибо ему большое, подогнал нам вот этот ворох всякой косметики, я им пользовался регулярно. И мне это нравилось. Поэтому тут я с тобой солидарен, сказать не могу. Но то, что это мне хотя бы мысленно помогает, это точно, 100%. Ну и все-таки, наверное, помощь какая-то есть. Потому что в любом случае кожу питает, не может не помогать. Хотя бы меньше травмируется, это уже помощь. Ну, как-то так. О, квадсы моего разума. Так, ладно, давай. Так, Сереге ответили. Алексей Замятин. Подписчики растут. Да, да, Алексей растут. И не так быстро, как хотелось бы. Но курочка по зернышку, да весь двор засели. Так что я думаю, все нормально будет. Алексей Маточкин спрашивает. Извиняюсь, написал свой вопрос под видео второго выпуска. Продублирую здесь на всякий случай. Возможно, Алексей не заметил. Мы сейчас прочитаем. Вадим, добрый день. Привет, Алексей. Начал бриться Т-образную Меркур Прогресс Лонг. Благодаря вам. Пуф. Еще один белый камешек в мой мешочек. Некоторое время, конечно, потратил на привыкание. Но все наладилось. Достаточно быстро. Полгода нарадоваться не могу новому бритью. Но в последнее время стал замечать, что станок перестал скользить как надо. Двигается как бы в камень. Как будто я провожу бритвой не по коже, а по влажной визине. Знакомая картина. Прямо как вы говорите в середине этого ролика. То есть, как я понимаю, что-то случилось с пеной, с маской. Однако, вроде все делаю так же, как раньше. Пользуясь мылом прораза, кремом арка, косяк. И там, и там. Начал уже задумываться, что может не в пене дело. Или воды не доливаю. Или переливаю. Прошу прощения. А то не знаю уже, что и предпринять. Спасибо. Алексей. Чудес не бывает. Вот вы возьмите камешек. Покладите его на стол. И не трогайте. Не трогайте год, два, три, пять, сто лет. Он на этом же месте и будет лежать. Если чего-то не произойдет. Если что-то произойдет, кто-то пальчиком заденется. Землетрясение, не дай бог. Вот тогда он только поколышется. У вас случилось то, что случилось. Объяснение, с моей точки зрения, только одно. В станке ничего такого не может произойти, чтобы появился тот эффект, как будто вы по резине проводите. У вас станок подпрыгивает, фибрировать, начинает смазка. Однозначно смазка. Что-то вы не то начинаете делать с пеной, с мылом. На мой взгляд, слишком много воды. У вас вот так, на вскидку. У меня бывает такое, что если, допустим, воды перебузую, и пена уже не той консистенции. Да, вроде бы она и есть. Но когда ведешь, местами ее плотность настолько низка, что пена уже переходит напрямую на кожу. А на коже-то ничего и нет. И получается, что вот той смазки, которую дает, собственно, пена, в этом месте нет. И вот происходит то, что происходит. Попробуйте, знаете что? Попробуйте старое доброе. Вот вы сказали, что у вас арка и прораза. Я вам дам тот и самый совет, что мне дал Сева. Возьмите свой помазок, после того, как замочите, выбейте из него нахрен всю воду, чтобы он у вас был просто влажный. Потом возьмите ваше мыло и загрузите его. Просто загрузите. И когда остановиться, вы поймете, так возьмите кости кончиком помазка, потыркайте в то мыло и почувствуете, что залипает. Все, значит у вас там уже мыло хорошо. После этого смочите, подготовьте лицо, чтобы оно у вас было влажным. И этим помазком переходите на лицо. И просто вот сколько есть, растирайте. И когда почувствуете, что уже и на лице это залипает, возьмите помазочек, водички так слегка добавьте. Добавьте и снова пошли. И доведите до той консистенции, до того состояния, когда у вас уже будет нормальная пена. И попробуйте побриться еще раз. Без скатлов, без чашек, без всего. Вот думаю, тогда у вас сработает. А исходя из этого, когда вы уже былую верность себе вернете, там уже хотите то же самое мыло, и в чашки, и в скатлю вбивайте, где угодно уже будет работать. Ну, как по мне, это вот самый простой совет на скидку. Это вот с той колокольни, что я вижу сейчас, что вы спросили. Возможно, еще есть нюансы, но вы о них не говорите. Вот что спросили, то ответил. Так, Антон Карелин. Опять Антон? Был же уже? Так, лично я хотел бы увидеть ваш топ-5. Ребята, доберусь, доберусь. У меня сейчас завал по времени. Я даже чашку луну не снял. Е-мое, о чем многократно жалею. Хотел вам ее подробно показать. Но получалось, если бы я ее оставил, то мне на следующий день, только следующий день у меня весь забит. И я никак бы не смог отправить. Это я бы нахрен на сколько задержал бы вам отсылку. В пятницу у меня уже монтаж начинается. Тут завал. Поэтому вот сейчас чуть-чуть разгребу, и будет топ-5. Сделаем, ребята. Так, Иннокентий Шниперсон. О, Иннокентий. Вадим, я так и купил себе Меркур Прогресс. Молодчина, Иннокентий. Появился вопрос по его использованию. Я совмещаю ветки на верхней крышке и плите. Закручиваю ручку до положения плюс 1. Это практически до упора. Но есть возможность докрутить еще. Если приложить небольшое усилие, то ручка делает полуоборот до 4. Я правильно ли понимаю, что прилагать усилия и докручивать не нужно? Нужно дойти до плюс 1, и это будет стартовая позиция. Поиба. Поиб пропустил. Почис, сманил в вашу секту своего брата. Иннокентий, хреново работаешь. Что значит почти? Мани давай, пускай с нами будем. Если серьезно, мне кажется, Иннокентий, ты не о том думаешь и не тем увлекаешься. Самое главное, что ты делаешь правильно, это ты совмещаешь плиты при закручивании станка. То есть риску на верхней плите и треугольник на основании. Все. Дальше. Возможно, в разных станках прогресс-лонг есть какие-то минимальные различия. Между, допустим, взять 5 станков, все их выставить на третью позицию и сравнить. Возможно, есть. Но не в этом главное. Суть заключается в том, какой комфорт и какое качество бритья тебе этот станок может дать. А это можешь определить только ты. Если каждый раз ты собираешь этот станок одинаково, то есть берешь риску на верхней плите, треугольник на нижней, совмещаешь, закручиваешь. Да пофигу, куда ты там крутишь. Ты выбери ту позицию с тем лезвием, которое твое любимое. И пойми, на какой позиции тебе это больше всего по кайфу, больше всего заходит. Вот и все. Зачем тебе упор туда? Зачем тебе упор обратно? Ты пойми, что если ты, допустим, взял лезвие, поставил, до упора, до конца закрутил, а потом начинаешь выставлять позицию, это не значит, что ты, если этого не сделаешь, допустим, сразу поставишь на двойку или на тройку, то у тебя будет другое значение настройки станка. Нет. Значение будет то же самое. Ты найди ту позицию, которая тебе заходит, которая тебе по кайфу. А вот эти все и грани туда-сюда, мне кажется, ты не о том думаешь. Просто, допустим, прогресс, лонг, рапира, мне оно заходило всегда где-то примерно на двоечке. И я даже голову себе не забивал туда-сюда крутить. Я сразу ставил на двойку и убрился. Хлобыть ставлю другое лезвие, а на двойке нет. Бреюсь, как по звезде ладошкой. Все, значит, надо троечку поставить или два с половиной. И вот так подбираешь, подбираешь под каждое новое лезвие. Ты вот поставил новое. Начни с минималки. Допустим, с единицы. Слабо. Пумс, двоечка. Ну, все равно, что-то не то. Раз, два с половиной. Ну, вот уже нормально, но можно попробовать еще и лучше. На троечку поставил. Хопс, о, пошло. Отлично. А не пошло, так ставь и три с половиной, и четыре. А вот поймал ту позицию, на которой тебе хорошо. Снес первым проходом. А потом вдруг тебе показалось, что слишком агрессивно. Но первый-то проход ты уже сделал. Так возьми половинку или единичку. Бась. А в конце, когда ты уже просто добиваешься. Вообще можно на двоечку, на единичку поставить. Это инструмент с настройками. И вот этими регулировками ты добиваешься максимального результата. Зачем тебе крайние позиции? Совместил так, совместил так. Найди ту позицию, которая будет играть на твоем лезвии. Вот и все. Так, поехали дальше. 5-10. Спасибо, что и меня перетащили. 5-10. Молоток, держи 5. Так, Саша Турин. Первый нахмол. У нас конкурентов уже лебедя много. Александр Григорьев. Доброго времени суток. Обалденный формат. Я за топ-5. Алексей, будет? Будет. Я уже ответил. Серега Елизаров. Здорово, Серега. Привет, Вадим. Фу, блин. Привет, Вадим. Здорово, Серега. Все отличненько. Лайк формат не бросает. Даже если вопросов будет немного, то можно коротенько делать. Все равно кто-то находит для себя ответы. А значит, это дело нужное. Согласен, Сергей. Согласен. Андрей Бин. Вадим, привет. Ты сказал, что жена у тебя на кассетниках сидит. Вот мне хотелось узнать. Чисто интересует. Могут ли женщины использовать Т-образный станок и вообще? Есть ли такие женщины, которые используют? Не слышал о таких. Слышал, женщины ножи воруют. Вот знаю историю, что человек из Китая заказал себе японский поварской нож, а у него теща его подрезала. Это да. Это есть. Про такие, мне кажется, это все-таки не их. Там полная безопасность, безнаказанность и делай все, что хочешь. Там особо-то мозгов не надо. Без царя в голове любой человек может взять и чего-то там добиться. Да, космических денег стоит. Да, большой радости не принесет. Но по большому счету дело свое сделает. Мы вот на Т-шки перешли. Это не только высокое, высочайшее качество бритья, которое не могут дать кассетники, но это еще и удовольствие. Это еще процесс такой изобретательный, творческий. То есть вот это как-то, знаешь, это как вот ты свой фэн-шуй творишь. А женщинам оно надо. Они взяли, что им надо, сделали и убежали. Нет, я о таких не слышал. Сергей Костин. Спина тоже здоровой должна быть. Да, Серега согласен. Вадим, совет. Я как в свои настройки добавил по 100 грамм, по чайной ложке сиропа, бифун, гинчага. А, это про настой. Понял, понял. Видел, ты рецепт давал. Хочу сделать об этом отдельное видео, чтобы знали многие люди. Потому что, на мой взгляд, тема достойная, тема интересная. Она не только дает хороший, качественный продукт на выходе, но еще и процесс для творчества. Это сродни тому, что многие люди хотят делать мыло для бритья сами. Точно так же можно делать автошиф для бритья сами. Спасибо, спасибо, ребята, огромное, что оставили рецепт. Сделаю отдельное видео. Естественно, со ссылками на вас. Так что, сделаю. Обязательно сделаю. Десмон де Сир. Привет, Дмитрий. Еще мыло Вильямс тоже очень твердый и слабо пенится. Но все равно его покупают, и все равно многие ворчат, мол, о, не пенится и все такое. Ну, мыло Вильямс, это вот сигареты Прима в России. Возьмите то же самое мыло Вильямс в Америке. То есть, ну, стоит 3 копейки, там, по-моему, бакс или полтора, и на каждом повороте. То есть, ну, старая фирма, заслуженная. Может быть, поэтому как-то и косят. Инженерный подход, здорово. Своя рубашка ближе, так все, жду полочка, не меньше вас. Ага. А, кстати, вот Дмитрий про полочку помил. Ребят, полочка. Кому интересна полочка, просто напишите, дайте знать. Чертежи дам. Чертежи есть, как и внешний эскиз со всеми размерами. Так и в этом, в Короле. Потому что, когда я пришел в компанию заказывать эту полочку, во-первых, вам нужно найти ту компанию, которая располагает лазерным резаком. Правильно тут ребята в теме сказали. Чаще всего это рекламные компании. То есть, они всякие вот такие вот штучки, дрючки вырезают. Там из пластика, из оргстекла, еще из каких-то материалов. Вот там это можно взять. За сам чертеж с меня попросили косарь, а за саму полочку 2600. То есть, вот по сути, вся полка мне обошлась в 3600. Чтобы вы не платили эти деньги. Если вам это интересно, скажите. Я вам этот чертеж в Короле спокойно перешлю. Таким образом, вы если возьмете этот чертеж, отнесете в ту рекламную компанию, которую вы найдете, у которых есть лазерный резак, вам не надо будет эту 1000 рублей платить. Они просто возьмут это к исполнению. И сделают. Вот и все. А отдельный обзор как-то на нее делают. Ну, там что-то, ну полка и полка. Так что, я считаю, что это не нужно. Ну, с полочкой вроде разобрались. Так, Hunt или Linux? Hunt Linux, наверное так. Добрый день. Привет, Hunt Linux. Добрый день. Спасибо за ваши видео. У меня вопрос касательно мыла. Недавно получил мыло Barber Navigator Class. Shave Soap. Я никак не могу добиться от него нормальной пены. Она получается очень легкая, воздушная, как пена для ванны. Бритерии невозможно. Что можно предпринять? Мыло подарок от жены на годовщину. Очень возможно, что переизбыток воды. Если это так, тогда нужно попробовать со средним содержанием воды. То есть попробуйте уменьшить половину при той же самой технологии, что вы применяли. Если это не сработает, попробуйте убрать воду совсем. То есть тот старый добрый способ, который говорил Сева, который я сегодня уже озвучил. То есть просто возьмите и помазок полностью смочите его, чтобы он размок, а потом полностью воду из него удалите. Так вот раз, жамкайте, чтобы она не текла. Можно даже разок тряхнуть. И попробуйте набрать его. Загрузить так, чтобы он на сухую, без выделения пены, загрузился вот этим мылом. А потом уже в чаше или на лице по чуть-чуть, по чуть-чуть, добавляя водички, найдите ту консистенцию, ту стадию, при которой мыло начнет фигачить. Я думаю, вот таким образом у вас должно получиться. А то, что она легкая и воздушная, это переизбыток воды. Скорее всего так. Ну, если бы это было мало воды или средней воды, она бы у вас легкая и воздушная никак не получилась. Это первое. Второе. Легкая и воздушная подразумевает большие пузырьки. При малом количестве воды, большие пузырьки, но они быстро исчезают, они в безе превращаются. Скорее всего, у вас просто много воды. Попробуйте то, что я сказал. Ну и результат отпишите. Если нет, подумаем, что еще можно сделать. Возможно, ребята еще кто-то что-то подскажет. Денис Евгеньевич. Спасибо за ответ на помазок «Зенит» и «Мюля». Я тупо заказал оба. Уж больно красивые вы рассказываете. Спасибо, Денис. И я думаю, правильное решение вы приняли, потому что вы взяли два шикарных, обалденных помазка. Не то, чтобы хотя бы один вам понравится. Я уверен, вам понравятся оба. Я даже больше скажу, это те два помазка, которые лягут в ваш багаж и которые хрен вас расстроят. И они вам будут верой и правдой служить. И даже минуточки, я думаю, не будет, что вы пожалеете о их покупке. Хорошие, хорошие рабочие лошадки. Ну, очень хорошие. За такие-то деньги прям вообще песня. Павел Руденко. Спасибо за ответ. Приятно смотреть. Хорошо, Павел. Спасибо. Максим Луговой. Спасибо. Всего наилучшего. Да, Макс, спасибо. Ребят, сейчас, наверное, сделаю отсечку, потому что сейчас вот открою новую страницу. И, скорее всего, там еще будет много вопросов. И это мы перенесем на второе видео, потому что... Ну, чтобы не удлинять. Так что, было бы, сворачиваем и к новому видосу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok